Музей Одинцовского городского округа Музей Одинцовского городского округа Иван Ильич – статский советник, был высокообразованным человеком, обожал греческую литературу, сам писал, был поэтом, писал пьесы. Его жена намного младше его, что не помешало их очень твердому браку. Была на 20 лет его младше и получила обычное дворянское образование – фортепиано, домашнее хозяйство. И вот фортепиано было особенно важно, потому что сам Иван Ильич был страстно влюблен в музыку, сам играл на скрипке. И при рождении первого сына Владимира занимался с ним настолько тщательно, что тот возненавидел музыку до конца своих дней. Так бывает. Средний сын Павел Иванович был очень человеком предприимчивым и остался им на всю жизнь и требовал 25 копеек серебром за каждый час занятий с папой. Когда жила родился Сереженька, друзья Ивана Ильича сказали, что они категорически запрещают ему заниматься с сыном, более того, даже играть в его присутствие. И действительно появился преподаватель, у нас есть ее фотография, Мария Александровна Миропольская, которая была профессиональной пианисткой и врачом. Она дала первые уроки музыке Сергею Ивановичу, но он вспоминал о женщине по фамилии Полянская, о которой мы вообще ничего не знаем, ни фотографии, ничего против не сохранилось. Но именно она, как говорил Сергей Иванович, привела ее ту любовь к музыке, которую он пронеслся через всю жизнь. Дело в том, что Сережа действительно показал себя гениальным ребенком. И по окончании службы Ивана Ильича они приезжают в Москву для продолжения образования Сергея Ивановича, тогда еще 10-летним мальчиком. Они приезжают в Москву, отец приводит его в консерваторию, он производит просто фурор своей музыкальностью, но он слишком маленький для того, чтобы его принять в консерваторию. А отец отдает его в гимназию. И через какое-то время, когда он подрос, да, он занимался частным образом, когда он подрос, он поступил в консерваторию, но отец не хотел его забирать из гимназии. И основатель консерватории Московской, один из братьев Эйденштейн, он настоял на том, что все-таки Сергей Иванович получит здесь достаточное образование, и что его надо забирать из гимназии в пользу его занятий музыки. Как проходило его обучение уже в консерватории, уже он более зрелый, уже у него... Все равно мальчик. Все равно мальчик. Да, гениальный, но мальчик. Вы знаете, он поступил сначала в класс профессора Лангера, который был пианистом, публицистом, а вот с какого-то времени начинает заниматься у Николая Рубинштейна, основатель консерватории по классу фортепиано, и по классу свободного сочинительства гармонии и контрапункта у Петра Ильича Чайковского. То есть вот как-то многие забывают, что Танеев был учеником Чайковского и учителем Скрябина и Рахманова. Трудно представить себе... Ничего особенного. Далеко... Это столь различные личности. Вот. И по окончании консерватории он первый из студентов получает золотую медаль. Да, он заканчивает и как пианист, и как композитор. Вот. И после этого происходит небольшое путешествие вместе с Николаем Рубинштейном по Европе, о котором мы мало что знаем. Он в письмах просто отмечает, что его восхищают достопримечательности Греция, Италия. А вот потом, по просьбе Рубинштейна и Чайковского, он едет в Париж для организации собственных концертов. Концерты он так не организовывает себе, но знакомится со всем цветом композиторского мира Парижа. И не только композиторского, но и ведущего ученых. Там же, кстати, он знакомится с Тургеневым, который вызывает в нем невероятное восхищение. Камиль Синсанс, Сезар Франк, Дю Парк, в салоне которого происходили музыкальные вечера, где, конечно, Анеев принимал активное участие, но лично концертов он не стал организовывать. Специально оставил себе месяц для того, чтобы познакомиться с шедеврами Лувра. И где-то в мае, возвращаясь, он приехал в ноябре, возвращаясь где-то в мае из своей поездки, он пишет в своих дневниках, что он хотел бы стать, вернувшись в следующий раз в Париж, хотел бы быть уже музыкантом, композитором и образованным человеком. Ну, как говорится, невзирая на золотую медаль в консерватории. И, вы знаете, дальше происходит удивительная вещь. Понимаете, в России очень ценится талантливость и гениальность, но не очень ученость. Особенно большие проблемы с работоспособностью. Вот Сергей Иванович был невероятно работоспособным человеком. Он пишет план своей жизни до 50 лет. Ничего себе. Например, он упоминает там, что надо бы изучить оперы Моцарта, выучить наизусть оперу Вагнера, это, понимаете, минимум три часа, и поехать послушать ее, уже зная наизусть то, что он выучил. А совершенно, конечно, ошеломляющим было то, что все его задачи, которые он перед собой поставил, мы потом увидим книги Сергея Ивановича, которые были в личной библиотеке, например, Пуанкаре, который был точно прочитан. Вот. И он достигает всего 50 годам уже точно. Вот. Он собирался написать, правда, еще на 100 лет свой план, но в 15-м году он, к сожалению, скончался как раз в деревне Детьково. Итак, Сергей Иванович Танеев, замечательный композитор, и уже с четко сложившимся планом на дальнейшие 50 лет, которому он продолжает следовать. К 50 годам. К 50 годам он составил план. И как дальше происходит его движение по плану, его жизнь? Смотрите, через 3 года после окончания консерватории его приглашают преподавателем в Московскую консерваторию. И через некоторое время Петр Ильич Яковский под нажимом добивается того, что уговорив Танеева, уговорив русское музыкальное общество, которому подчинялась, собственно, консерватория, а русское музыкальное общество зависело от кармана купца, с огромными долгами Танеев принимает консерваторию и оставляет ее с 940 рублями, если не ошибаюсь, на счету. Ну, когда 3 копейки стоил Гусь, то это достаточно серьезная сумма. Он полностью переработал систему преподавания, поднял на невероятную высоту теоретические предметы, и даже не теоретики блестяще знали теоретические дисциплины, такие как контрапункт, учение о музыкальной форме, собственно говоря, первенство в разработке этого предмета принадлежит именно Сергею Ивановичу Танееву. Он зарекомендовал как превосходный преподаватель, пианист, может быть, многие не знают, но многие произведения Петра Ильича тот доверял исполнять на премьере именно Танееву. Он обладал способностью блестящего чтения с листа и просил за полстраницы переворачивать ему уже страничку, чтобы он видел дальше, продолжая играть. Не нельзя сказать, что он, знаете, такой вот легко порхающий гений, да, который прикасается к проявлению. Нет, он очень серьезно занимался. То есть это все труд, это все усидчивость, целеустремленность. Да, вы знаете, он настолько строг был к себе, что даже уже после написания первой симфонии и множества произведений, он ставит свой опус один, первое сочинение, на кантате Иоанна Дамаскина. Вот, и это очень интересно, потому что там он применил все свои знания по полифонии, который был очень увлечен. Его потрясающий труд, подвижный контрапункт строгого письма изучается практически во всех консерваториях мира, на теоретических композиторских отделениях. Это труд, который позволяет написать фуги совершенно в различных, с различным количеством голосов, безошибочно, чтобы все сходилось. Но подробнее не буду рассказывать, это действительно серьезные... И он все это еще и передавал, он обучал. Да, да, он 20 лет писал труд, приехал к старшему брату, он сказал, что давайте проведем корректировку правильную. Они потратили еще один год, и в идеальном издании, в идеальной уже редакции, труд был издан. Последний труд его называлось «Учение о каноне», но оно не было закончено, он не был закончен. Хотя у нас есть как бы печатное издание, но там помогали ученики его закончили. Ну и мы находимся в удивительном каком-то месте, изба старинная, дух тут особенный. Что это за место? Значит, само место Дюдькова и окружающий его ландшафт не случайно называли русской Швейцарией. Здесь действительно река Старошка делает два великолепных изгиба, и вот в одном из таких излучин находится собственно деревня Дюдькова, которая известна с 14 века, имеет название в связи с владельцем этой деревни, боярином, который имел кличку Дюдька, то есть нелюдимый, необщительный человек. Вот, и первоначально, видимо, деревня находилась не здесь, потому что культурный слой отсутствует. Здесь деревня появилась, которую вы видите, где-то в 40-х годах 19 века. До этого при отступлении казаки, именно наполеоновских войн, при отступлении сожгли большинство деревень, находящихся здесь, не тронули почему-то Савинскую слободу. Никто не знает почему. Сергей Иванович как сюда попал? Сергей Иванович попал сюда чудесным образом. Он был крайне расстроен своим конфликтом с тем директором, который был. Он какое-то время был преподавателем, потом оставил эту должность, оставил директорскую должность и оставался преподавателем. И вот он вошел в конфликт с директором Сафоновым, который был на тот момент, и ушел из консерватории навсегда. Он был расстроен, и его ученик Вячеслав Булычев, который был руководителем певческой симфонической капеллы, создание которой инициировал сам Сергей Иванович Танеев, это был ансамбль, сделанный для исполнения музыки старых мастеров, изучением которых Танеев очень увлекался, и, в общем, по сути дела, его произведения написанные, они были результатом этих невероятно подробных, как и все, что делал Сергей Иванович, трудов его, его изучения. И вот в итоге Булычев привозит его в Голицыно, 20 верст они идут пешком до этого места, и Булычев говорит, что он был совершенно удивлен, что достаточно грузный, мешковатый Танеев с легкостью преодолевал там все овраги, подъемы, спуски. Дело в том, что Танеев очень любил прогулки в принципе. И вот когда он пришел сюда, он был совершенно поражен красотой этих мест и стал снимать здесь избу, и он пишет в своих письмах, снимаю здесь избу, называемую дачей, имею инструмент и занимаюсь регулярно, гуляю, каждый день похож один на другой, и я абсолютно счастлив. То есть он был здесь счастлив? Абсолютно, да. Он вообще любой композитор настоящий, он стремится к некоторому идее и тишине. Да, и природе. Да, да. Несмотря на то, что он, Сергей Иванович, позиционировал себя чуть ли не как атеиста, тем менее он часто ездил по монастырям, но и за тишиной, и останавливался в гостиницах и работал там. Хотя его произведение, образ жизни, вот у нас здесь висит рисунок художника Астафьева, на котором изображен спасный рукотворный. И он все время брал этот портрет с собой. Я думаю, что как бы его некоторые высказывания связаны скорее с его старшим братом, таким убежденным марксистом. Вот. И на самом деле мы до конца, вопрос, мне кажется, с Танеем и с его мировоззрением, он недостаточно изучен. Последняя серьезная работа – это 50-е годы книга Бернанта о Танееве. Вот. Потом были некоторые воспоминания его современников, но тем не менее, я считаю, что фигура недостаточно еще изучена, и для музыковедов здесь есть огромное поле деятельности. Здесь он занимался, здесь приезжали к нему гости, или он просто здесь в уединении? Нет. Вы знаете, нет. Здесь приезжали его ученики, он занимался. Сюда, в этот дом, он приходил, да, Булычев отдает ему свой дом, который он снимал, и переезжает в этот практически свежесрубленный. И на одной из наших фотографий виды Дудькова, видимо, в начале 20-го века, этого дома еще нет. А вот дом напротив, который вы видите, там такой с узорчиками, вот он уже тогда находился. И тогда Булычев приехал сюда, потому что здесь, понимаете, вот можно было посадить просто оркестр. И они здесь репетировали, открывались окна, они устраивали концерты, и Дудькова собиралась к ним и слушала эти концерты. А здесь еще потрясающая акустическая чаша. То есть, если вы поднимаетесь по склону, достаточно крутому, то вы слышите, что говорят в деревне, потому что акустический эффект, вот здесь существующий, он, конечно, помогает. Здесь интересно даже просто вот подойти к нашему дому музыки и запеть. Уже это живой ампитеатр. Здесь совершенно уникальный, конечно, вот и акустический, ну, ландшафтный шедевр. Все прямо создано, да, можно сказать. И как композитор, конечно, Сергей Иванович это прекрасно чувствовал. Он любил начинать день с прогулки. Здесь написаны замечательные произведения для хора капеллы. Здесь написан цикл стихи поэтов-символистов в переводе Элиса. Ну, и здесь и закончились его дни. То есть, он здесь и... Да, да, вы знаете, ну, не прямо в этом доме, да. Сюда он, как я говорил, приходил обедать и ужинать. А на наших фотографиях, можете видеть, где они с лучом беседуют в даре дома Ивана Сергея Ивановича Таневу. Самовар, он ведь самовар является предметом, именно принадлежащего Сергею Ивановичу Таневу. Вот. И здесь, собственно говоря, он приезжает сюда даже зимой. К нему приезжают его друзья. И Сергея Иванович угощал их сладостями и водил на прогулку в совершенно чудесный лес. В апреле 15-го года приходит на похороны своего ученика Александра Скрябина. Смерть его абсолютно потрясла. Причем первоначально он был настолько... негативно относился к музыке Скрябина, что он даже лично ему говорил, знаете, батенька, мне ваша музыка совсем не нравится. Тот превосходно воспитанный как-то отвечал на это. Очень гладко. Нет, вы не понимаете. Ну, а мне просто вот вообще не нравится. Тут опять что-то уже затруднение. В конце концов, Танев говорит, знаете, мне кажется, что ваша музыка просто отвратительная. Тем не менее, в конце жизни он признает его своим учеником и совершенно потрясен его смертью. Он идет за гробом, приходит на кладбище, и он уже прослужен и легко одет. Начинается осложнение на сердце, и в течение мая состояние только ухудшается. Он настаивает на том, чтобы его привезли в Дюдьково, где волшебный воздух исцелит его. И действительно, второго по старому стилю июня на машине певца-педагога Райского, на одной из машин, значит, погружены два сундука с нотами, с книгами, кот Васька и, значит, и из пророждающего лица Танеев, указывает на то, что он будет руководить дорогой. В итоге вместо полутора часов они три с половиной часа. И вот эта фотография, которую вы видите на тресходе, она сделана сразу по приезду. Танеев всех повел в лес. А Назарий Райский взял фотоаппарат и строил фотосессию, чтобы Танеев мог отдышаться. И потом, значит, в течение трех дней состояние его не улучшается. У нас есть письмо, текст из письма сестре своего ближайшего друга Маслову, где он пишет о том, что врач говорит о его тяжелом состоянии, очень беспокоен. Ну и действительно, говорит, я чувствую себя отвратительно. Единственное, говорит, подхожу к умывальнику и потом стою 20 минут и дышу как лошадь. Но при этом он, в общем, настроен достаточно оптимистично и не считает, что врачей слишком обеспокоены. Но, тем не менее, Райский везет врача с кислородной подушкой. И последние слова великого композитора были «Слышу автомобильный гудок. Наверное, везет врача». И после этих слов он скончался, и уже врач просто статировал смерть. Его любовь вообще к Танееву, его не случайно называли музыкальной и не только музыкальной совестью Москвы, была огромной. И дети, которые жили в Дютьково, они плетут из ландышей венок в виде креста, и он был положен на тело Танеева, и вы можете увидеть на фотографии. Тело Танеева было на руках, нанесено до монастыря, там погружено на дробни и под проливным дождем отправлено в Голицыно, потому что это была ближайшая станция. Там был специально приготовленный вагон, на котором уже тело Танеева было оставлено в Москву. И после этого он был похоронен на Донском кладбище по своему завещанию. Но по инициативе, мы сомневаемся, что это была действительно инициатива работников консерватории, его перенесли на Новодевичье кладбище. Никита Анатольевич, вот такая ваша личная общая характеристика этого человека, композитора. И я так понимаю, что вообще он не только композитор далеко. Вы знаете, это скромнейший человек, сделал для русской музыки, я думаю, наверное, больше, чем многие нам известные композиторы, понимаете. Потому что под его творчеством лежала невероятная теоретическая база, которую он блестяще использовал. Кстати, когда я даю иногда послушать музыкантам, которые произведения Танеева не так часто исполняются, то они начинают теряться, потому что вроде бы это и не русская музыка, но она и не западноевропейская. Просто вот эта смесь очень интересная, о которой Танеев, кстати, всегда он очень защищал право композитора на использовании народного материала. Хотя сам его очень редко использовал. Вот он был, когда в этнографической экспедиции, он записал более 35 таких напевов, но ни один из них не использовал. Но всегда отставил право композитора на использовании. Вы знаете, наверное, это абсолютно недооцененная фигура нашей культуры. Конечно, да, есть самолет Сергея Ивановича Танеева, есть библиотеки консерватории имени Сергея Ивановича Танеева. Но вы знаете, когда вы тактильно начинаете познавать творчество и личность Сергея Ивановича Танеева в его музыке, в его нотах, то эта фигура становится куда более значимой, чем она сейчас является. Правда, он был очень скромным человеком. Спасибо вам огромное за очень интересный такой рассказ. Личность открыли очень интересную. Спасибо, Антония. Мы всех приглашаем в музей Сергея Ивановича Танеева, который находится в Дютькове. Здесь потрясающая атмосфера, и можно узнать очень-очень много интересного об этом удивительном, уникальном человеке. Ну а мы прощаемся с вами. Увидимся в следующих передачах. До встречи на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok